Всем привет! Сегодня у нас долгожданное видео о покупках косметики. И сегодня я хочу сделать такое прям видео для гурманов и любителей. Я расскажу о самых дорогих покупках косметических, которые у меня были за последнее время. Именно кто живет в Турции, вы можете приобрести на сайте Bayman. Там сто процентов не подделки. Если вы открываете всякие сайты типа Hepsi Burada, N11 и так далее, то есть там вообще нет никакой гарантии, что вам вышлют оригинальный парфюм. Посоветую приобретать, не знаю, там в Duty Free, в каких-то других странах или в магазинах, где вы физически это делаете. И если вы закупаетесь онлайн, конечно, это нужно делать на проверенных сайтах. Первый парфюм — это просто потрясающая упаковка — это Initio High Fragrancy. Это фиолетовый цвет с вот таким золотым тиснением упаковка. Она матовая и, к сожалению, к ней прилипает все, отпечатки, если у вас грязные руки. Я не тот человек, который составляет, например, коллекцию парфюмов, сидит на них, молится, не пользуется, не насмотрится на них, да, и вздыхает, как кощей над златом чахнет. Я приобретаю косметику, уходовую декоративную парфюму для того, чтобы им пользоваться. Как я храню парфюм, они у меня стоят в шкафу. Как видите, без коробок, потому что коробки мне пришлось выкинуть при доставке из России. На него я вышла абсолютно случайно в России, в Новосибирске. Он представлен в золотом яблоке. Я его там, скажем так, нанюхала, но попробовала, послушала. Я его сначала не поняла, как, в принципе, и сейчас. Для меня это прекрасный аромат. Я, пожалуй, сейчас воспользуюсь. Здесь идет миндаль, и магнолия, и гедеон. Но, честно скажу, я здесь чувствую сначала магнолию, и магнолия мне очень нравится. Это приятный цветок. Я с магнолией познакомилась буквально два года назад на даче. У меня свекровь высадила магнолию, и когда начала цвести, думаю, как классно, приятно, вкусно пахнет. Она мне говорит, ой, да это магнолия. Я, вот он, значит, все-таки какой у нее аромат. В итоге, буквально через пару месяцев, когда я послушала этот парфюм, у меня вот это пересеклось, что это магнолия. Блин, как классно, вкусно пахнет. Мне просто нравится этот аромат. Но со временем, когда он раскрывается, я уже ощущаю на коже более тяжелый такой аромат миндаль. Это однозначно цветочный аромат. Лично для меня, так как я люблю потяжелее и повосточнее порой, то для меня это легкий вариант. Сейчас, так как начинается лето, я более склонна к покупкам, приобретениям легких вариантов парфюмов. Вот этот аромат однозначно очень дорогой, богатый. Когда ты пахнешь, его не обязательно. Он, кстати, не очень шлейфовый. Он, как бы, шлейф остается на одежде, на коже со временем в течение суток. Однозначно, пока не помоюсь, я его с кожи не смываю. Он мне держится. Одежда очень долго пахнет. Но нет такого, что ты проходишь, и все срывают голову, и чем от нее пахнет, и хотят спросить. Это тот аромат, которому нужно прислушиваться, принюхиваться. И когда ты рядом сядешь с человеком и чувствуешь, что он такой тонкий, нежный и цветочный. В общем, присмотритесь, тонкая нежность, такой аристократичный, не такой, как у всех. Я люблю парфюмы. Почему я перешла на нежную? Потому что там всегда интересно, они раскрываются на каждом человеке, они очень шлейфовые, стойкие. И ароматы всегда не попсовые, не такие, как у всех. Когда ты почувствуешь этот аромат, ты скажешь, я помню точно человека, у кого он был. Вот я люблю, чтобы аромат нес такую память о человеке. Следующий парфюм довольно-таки попсовый. Это один из самых, мне кажется, популярных, ну, по крайней мере, в тройке популярных ароматов и муаш. Это Honor. Ну, это просто аромат моего прошедшего лета. Здесь крышечка такая магнитная, на крышке приятная перламутровая стразинка находится. Здесь у нас миллилитров, 100 миллилитров он идет. Это жасмин ландыш в основном. Я слышу, да, первые ноты. Верхние ноты здесь вообще ревень, перец. У меня этого ничего. Я сразу слышу жасмин. Жасмин я не очень, честно, люблю. Гардения и ландыш. Для меня это аромат ландыша. Летом и днем и вечером я всегда в этом парфюме, в любую жаркую, даже турецкую, знойную погоду плюс 35, напшикаюсь, просто нанесу, вот так. Я его не ощущаю. И, как ни удивительно, у меня с мужем абсолютно разные вкусы в парфюмах. Он не любит нишевую парфюмерию зашлейфовать, за стойкость, за аромат. А я обожаю. А он любит что-то легкое, попсовое, морская водичка и так далее. В общем, ну, несмотря на все это, именно этот легкий аромат, который остается после Honor, он довольно-таки сносно. Он говорит, мне нравится, когда ты из машины уходишь. В машине еще остается этот аромат в течение дня после тебя. Впитывается очень хорошо в текстиль, там, в кожу в машине, поэтому ему этот аромат нравится. Это тоже довольно-таки уже попсовый, я бы сказала. Не однажды, неоднократно ты можешь услышать этот аромат в толпе людей где-то, но он очень узнаваемый, он очень приятный, опять же, очень дорогой в том плане, что какой-то он аристократит. Это легкость, ландыш, но ландыш не обычный полевой, а ландыш аристократичный, приятный, тонкий, звонкий, ненавязчивый. И опять же, этот аромат можно чувствовать издалека, если очень много нанести. Кто к таким ароматам может быть, скажем так, раздражающий, кажется, относится так с непониманием. Мне очень людям нравятся легкие, свежие, цветочные ароматы, но это очень тонко. Ты его чувствуешь очень тонко, он ненавязчивый. Даже для тех, кто не любит такого подобного варианта формата ароматы, он никогда не будет навязчивым и раздражительным. Так что присмотритесь. Я считаю, что вот этот аромат подходит для девушек, для женщин от 20 лет до, не знаю, до бесконечности, как вам нравится, но даже девочки лет 20 могут приятно пользоваться. Это не аромат цветочный, тяжелый, какой-нибудь там бабушки, сундука и тому подобное, нифига подобного. Это потрясающее нечто, тонкое и звонкое. Ну и следующая моя покупка, которая мне предстоит. Мне попал пробник с этими покупками Baccarat Rouge 540. Это попса, конечно же, попса нишевая. Но это такое для меня нечто родное. Вот прям если у вас есть или вы можете где-то с ним познакомиться, это аромат меня. Если вы меня встретите, я буду пахнуть примерно вот так. Потому что настолько родной. Я когда нанесла его в первый раз, я вообще не почувствовала. Думаю, так где аромат? Почему я его не чувствую? А мне же сразу Винго надо, значит, покупать. Все остальные чувствуют, а я нет. Значит, оно работает. Вот у него в нотах шафран, жасмин, верхняя нота, средняя, то есть попозже серая амбра, раскрывается амбрвуд. И базовый это вообще еле кедр. Вот лично для меня это шафран и опять же жасмин. Я люблю жасмин. И когда он раскрывается со временем, я вообще его перестаю чувствовать. Ощущение просто чего-то легкого, ветерка, бриза морского. Ощущение немножко цветочков, когда ты нюхаешь тоненький приятный цветок, аромат его, вдыхаешь. И он сладенький, но при этом очень быстро выветривается. И ты вроде бы словил вот эту нотку сладкую от цветка именно, например, от ландыша. И при этом он не навязчивый. Тебе хочется еще и еще эту легкость именно каждый раз чувствовать. Вот этот парфюм для меня это легкость, легкость и легкость. И никогда он не надоедает. Он вообще потом в итоге не оставляет шлейфа. Он на коже, потом на одежде. Я его чувствую. Я в течение дня вообще не ощущаю. Это тот аромат, когда я могу вылить на себя очень много. Я его вообще не чувствую. И он также не раздражает окружающих. Он не навязчивый. У него еще есть практически клон абсолютный, стопроцентный. Я когда буду делать заказ, я хочу заказать еще и клон, дабы видео потом сравнить, насколько они все-таки похожи. Но вообще по статистике, что люди говорят, что на фаргранте я читала, что рушь 540, в основном у всех это цветочки легкие. И в итоге это карамель, сладость, может быть даже патока какая-то, он становится сладким и приторным. Для меня нет, потому что я люблю кое-что потяжелее. Поэтому для меня на лето рушь просто one love. И последнее в этом видео, это крем для лица особенный. Я честно таких средств мало встречала. Это фирма, бренд, который производит Доктор Францис Пренна Джоунс на Культ Бьюти. У них очень немного продукции. У них есть кремы для зоны вокруг глаз, для лица, дневные кремы и вроде бы еще скраб для губ, для лица и все. На этом вся марка закончилась. Но что это за крем? Здесь у нас, называется он Fix Holiday Suiting Gel. Но здесь 50 мл. Это как бы восстанавливающая маска для лица, которую можно использовать регулярно для сухой кожи, поврежденной. На моей склонной к живности в летний период на Т-зоне, он может быть, потому что гелевая все равно форма и от переизбытка питания, потому что все-таки это маска, это средство может закупорить поры. Сразу предупреждаю, на зимний период каждый раз можно каждый день использовать. Это только от качества вашей кожи. Но я считаю, что этот крем нужен каждому лицу, каждому типу кожи, даже может быть возрасту от 30 точно. Чем старше, тем точно вам более нужен. Что это за крем? Это гелевая такая текстура и форма. Аромат елочки, пихты, травушки, муравушки различные. Гелевая просто форма. Видите, по крайней мере такой некрасивый у меня, потому что он был подтек, я попозже вам расскажу. Он мне открылся во время доставки, как Культбьюти решила эту проблему у меня. Потому что крем, наверное, у них на сайте один в топе, наверное, в десятке самых дорогих кремов у них на сайте. Чем он классный? Как он и называется Fix Holiday? Зафиксирую свои каникулы. То есть, если ваша кожа после солнечного ожога, сухая после лета или в принципе она и зимой у вас такая сухая, не напитанная, недостаточно питания, используйте этот крем в какой-то определенный период времени. Можно использовать регулярно в течение недели, можно постоянно использовать его на протяжении каждого дня, либо через день мешать со своим уходом. То есть, сегодня, например, вечером вместо ночного крема наношу этот гель. Он легкий, кожа просто моментально его впитывает, она его ест. Он не остается на руках, пальчиками вы можете щелкать, тут же впитывается и кожа бархатная, бархатная, как сразу же после чистки, маски и ухода от косметолога. Настолько эффект просто поразительный сразу. Цвет кожи меняется, она становится напитанная, она блестит, переливается, если регулярно пользоваться там в течение недели. Я о нем узнала случайно, на Культ Бьюти мне в Гудибет попался пробник, я им думаю, ну какой-то крем, ладно, помажем, попробуем, надеюсь, не будет никаких прыщей от него. И в течение недели сначала нет эффекта, а на 5-6 где-то день я поняла, что моя кожа просто идеальна, мне зажило все, рассосалось тут все. Я в плане сухость какая-то, не знаю, пост-акне и тому подобное. Крем просто творит чудес. Я его использую как терапию больше, как маску, не каждый день, потому что у меня хороший ночной крем. Напишите в комментариях, нужно ли снять видео о моих фаворитах и в декоративке, и в уходовой косметике, точнее просто видео сборное о тех средствах, которые я повторяю уже неоднократно покупки раз за разом. Я от них не отказываюсь, я вам хочу это рассказать и показать. Нужно ли вам это? Напишите, пожалуйста, в комментариях, думаю, может быть, вам будет интересно. В общем, крем волшебный, но как Культ Бьюти классно, у них работает клиентский сервис, это просто фантастика. Я заказала этот крем, как я его покупала, раз в год примерно. Вот, кстати, может быть, ближе к лету. У них акция какая-то бывает на уходовую косметику, скидка в районе 30%. Это бывает очень редко, где-то один раз или два в год. Подловила я эту скидку, смотрю, крем есть в наличии. Он настолько крутой, популярный, несмотря на его цены, очень редко он бывает на стоках, то есть его постоянно распродают. Или я всегда подписываюсь, если его нет в наличии, чтобы мне приходило оповещение на почту, что он появился у них на складе. И вот, о чудо, этот крем появился на складе, и буквально через неделю началась эта скидка. Я не знаю, как это чудо, что этот крем тоже попадает в эту акцию на этих скидках на весь уход. Я заказываю этот крем со скидкой 30%. При заходе в Культ Бьюти они вычитают британский налог для России, например, но для Украины, я думаю, тоже, да. В общем, для не стран Евросоюза этот налог уберет. Еще минус 20%. Я его купила со скидкой в районе там 50%. Но, о чудо, в чем прикол. Когда он ко мне шел на границе в России, когда распаковывается перевес, идет посылки, там не хватило буквально там 10 граммов. Открыли посылку, составили акт и выяснилось, что баночка-то потекла. И почему она потекла? Потому что изначально на, скажем так, при заводе, скорее всего, при изготовлении на заводе, они очень плотно закрыли, потому что следой была запакована сама коробка с кремом. И потом под следой он все-таки даже там вытек, размокла немножко коробка сама, какая картонная. И под следой там видно, что был крем. То есть все там сфотографировано и так далее. В общем, когда пришел этот крем, супер дорогой, на который я не могла надышаться, он был в таком состоянии приоткрытой немножко крышки, и не хватало там 10 грамм из 50. Это было все сфотографировано, плюс фактура, да, то есть счет твой. И я отправила в Культ Бьюти запрос, они я уже в несколько раз была на повреждения во время транспортировки. Они возмещают либо стоимость, либо какой-то процент, либо дают скидку клиентам своим, либо там возмещают второй раз, отправляют такой же продукт. И они хотели у меня отправить второй раз точно такой же, но его на стоках не было после этой распродажи. Он вообще редко там появляется у них на сайте, и они просто писали, окей, в течение там 3-5 дней мы вам вернем деньги на вашу карту, я оплачиваю всегда карточкой там. И, пожалуйста, мои деньги вернулись за этот крем. И по факту этот именно, эту банку крема я получила бесплатно. Потому что такой Бьюти мне вернул деньги. Это просто фантастика. Но я повторила попытку, когда он появился на стоках опять у них, я еще одну банку приобрела, уже даже без скидки, без всего-без всего прочего. Потрясающее средство. И я считаю, что если у вас есть возможность его попробовать, не знаю, какая, может, какой-то Культ Бьюти Гуди Бэк будет, вы увидите, что это крутое средство. Это то средство, на которое, не знаю, я готова буду потратить, наверное, свои последние деньги на косметику, но оно у меня будет. Настолько оно классное и себя зарекомендовало. Пишите ваши комментарии, какие видеокосметики в ближайшее время мне нужно снять. Сегодня у меня на глазах тени от Наташи Зинона. Ее базовая палетка холодная и зеленого цвета тени. Здесь это украшалка из ее пятерки оттенков. Расскажу, наверное, в следующих видео я могу снять вам про декоративную косметику, мои новинки, про находки карандаши для бровей. И, естественно, как я у вас и спросила заранее, напишите, нужно ли нет, снять видео о том, средства в косметике, которым покупки. Я возвращаюсь снова и снова много раз, и я их повторяю. Жду ваши комментарии. Пользуйтесь ли вы этими парфюмами, если да, какие у вас отзывы, что вам нравится, как вы относите к Rouge 540 к этому парфюму, если он у вас, считаете, нужным ли его приобретать. Спасибо за ваши комментарии, за внимание, поставьте лайк. Скоро увидимся, всем пока!